Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить в Fable 3. Знаете, эээ... О, подарочки, кстати. Давайте откроем в начале серии подарочек. Когда кто-то дает тебе подарок, я буду держать его для тебя здесь, пока что вы желаете не закрепить его. Я не могу пик, я promets. Окей, так и быть. Сколько у нас тут подарков? Пять подарков? И написано, открой меня. Даритель... А, это Lionhead Studio. Эликсир... Чего там, очаровашки были? Чё-то такое. Да ладно, давайте еще один откроем. Загадочный подарок. Эликсир белого пуделя. Эм. Окей, ну, судя по всему, тут много будет подарочков. Это все за всякие DLC, всякую такую ересь. Это нас мало пока интересует. В прошлой серии мы взяли очень много заданий. Ну, по крайней мере, два задания. Нам надо избавиться от каких-то разбойников и сделать еще что-то. Проникнуть там в какую-то библиотеку. Или что-то типа того. Я, быть честным, не помню точно описание этих заданий. По крайней мере, потому что... Было это достаточно давно. Да, я достаточно давно писал вторую серию. Ну, прошло много времени. Морская долина. Ох, у нас там продолжают засыпать подарками. Хватит. Хватит мне подарков. Мне, знаете, нужно, наверное, уже отдельную серию посещать с открытием этих подарков. Блин, атмосферненькое такое место, кстати говоря. Найдите библиотекаря в Яснодоле. Окей. В предшественном пока вообще не ориентируюсь по карте. Здесь находится Яснодол. Но, насколько я помню, в Фейбл 3 он, знаете, самый такой линейный из всех Фейблов. То есть, тут, куда ни пойди, вы обязательно придете к своей цели. Шурик. Яснодол. Понятно. О чем я и говорил. Ну, здесь есть какая-то тайная тропа, которая ведет нас куда-то вверх. Прямо на гору. Давайте сходим. Наверное, если что-нибудь интересное есть. Да уж, хорошо, что мы переоделись. В одежке принца нам бы... Мы бы здесь точно замерзли. Блин, куда мы идем вообще? А, тут сундучок есть. Песов что-то нашел. Подземный тайник. А у меня лопата-то есть, Шурик? Ох, да есть. Гага-гага. Обычный драгоценный камень. Можешь продать его скупшей куре, подарить кому-нибудь. Окей. Блин, ну он такой черный, кстати. Это камушек. Ладно, я думаю, мы его продадим. Наверное, стоит хороших денег. Так, а что у нас тут за сундучок? Серебряный сундук, да? Пять серебряных ключей. У нас всего два. Окей, ладно. Я тебя запомнил, приятель. Я сюда обязательно вернусь. А это у нас что? Ворона. Да я вижу же, что ты такой прям... Капитан. И замер, смотрите. Так, ладно, сундук. Что в себе ты хранишь? Надеюсь, что-нибудь вкусненькое. Эликсир здоровья. Выпей этот эликсир, чтобы восстановить здоровье. Если в бою тебе понадобится эликсир, он появится на стрелочках. Замечательно. Блин, местечко, конечно, такое атмосферненькое. Ладно, пойдемте вес надол. Нам давненько уже пора бы то отдвинуться. Тут ходим просто, исследуем. Так, тебя запомнил. К тебе я обязательно вернусь. Пять ключей, да? Да. Фейбл 3, знаете, мне, если честно, в него играть порой немного так неприятно. Это все-таки РПГ, а в РПГ хочется, как минимум, знаете, посмотреть, какие у тебя предметы есть, в каком количестве, и так далее, и так далее. Здесь фактически нету инвентаря. Весь наш инвентарь, это вон та секретная комната, в которую мы возвращаемся, в которую у нас сейчас находится. Там будет все наше оружие, там будет вся наша одежда. Ну, эликсир мы-то стаскаем, я так понимаю, с собой. Ну, как бы их количество, что, 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 тоже нельзя посмотреть. Что ты нашел, Шурик? Подземный тайник. Окей. И вот интересно, а где главный герой таскает лопату? Могли бы повесить ему ее хотя бы за спину, так знаете, для реализма. Кубок. Человек, которого ты начнешь узнавать получше, попросит тебя что-нибудь принести. Например, эту вещь. Сделав это, то лучше ваше отношение. Ой, да ладно. Знаете, как-то странно, на самом деле, вот в этой именно части, зарабатывать что-то уважение, допустим, ох ты, там волки. Зарабатывать уважение отдельных людей, там, персон и так далее. Потому что мы все-таки принц. Ладно, там, в первой части мы были сиротой, да? Во второй части... Точнее, в первой части мы осиротились, как бы, потеряли родителей. А во второй части воробушек был просто сиротой. Там непонятно, что по своего родителями, когда они пропали и так далее. У него была хотя бы сестра. А здесь, ну, мы принц, понимаете? А с помолчания должны уважать. Уважать, любить и чтить. Чёрный волк, да? Да, даже три. О-о-о-о! У них прям вместо слюни какая-то кровь. Пошёл от меня? Брысь! Сложность у нас, кстати, высокая. И я смотрю, то, что будет не так, то уж просто. Они довольно же лучшие уже. Выдерживают несколько фаерболов. Не подходи ко мне. Не очень, кстати, хочу быть в этой игре магом. Хочу... Хочу орудовать мечом и луком. Наверное, больше мечом. Как он располстался-то? Ладно, Шурик, пошли дальше. Нас ждут великие дела. Я ещё, кстати, не решил, за какого персонажа я буду отыгрывать здесь. То есть, за плохого или за хорошего, или за такого, знаете, среднего, не слишком хорошего, не слишком плохого. Но при этом я помню то, что здесь очень красивый скин злого персонажа. То есть, если вы представляете из себя такое абсолютное зло, то... Прям там выглядите очень так эпично. Даже не знаю, как-то более подробно так описать. Что у нас тут? Подземный тайник. Тут какие-то раскопки, видимо, были. Да? Блин, так забавно копает, конечно. Язык высунул лапками, лапками. Так, ладно. Что ты в этот раз нашёл? О, аметист! Обычный драгоценный камень. Можешь продать его скупщику или подарить кому-нибудь. Или подарить кому-нибудь. Знаете что? Я лучше оставлю его себе. Мне он нравится. Кого вы тут вообще-то копали, ребят? Это человек? Да, это человек. Ладно. Вперёд! Я сныдл первый город, который нас ждёт. Который нас любит. Который нас чтёт. Эх, опять волки. Блин. Знаете, могли бы дать мне какое-нибудь оружие. Хотя бы какой-нибудь кинжальчик. Может быть, он у меня есть, да я чё-то не обратил на это внимание. Эта чамбра, где-то в Брайтвале, звучит интриганно. Я слышал румы, конечно, но ни одного, а герои, живут, чтобы говорить о ней. Ты должен осуществить, когда ты внутри. Окей, я учту. Так, что у нас здесь? Это правда, что много этого санктурия не доступна сейчас. Надеюсь, я буду снять все время. Понятно. В общем, вот в этой комнате у нас будет храниться наше оружие. Но она пока закрыта, эта комната. И, соответственно, оружие мы никакое взять не можем. Возможно... Ты у нас подарки, которые ждут твоего внимания. Спасибо, Джаспер. А... Да? Да, вообще. И Гриф, как не знаю кто. Весь день спит, валяется. Так. У меня есть такие подозрения, то что вполне возможно, среди подарков нам подарят какое-нибудь оружие. Давайте откроем еще три подарка. Эликсиры замедления времени. Не то. Эликсиры призывания существ. Тоже не совсем кто. Хотя эликсиры прикольные, по-моему. А эликсир розового пуделя? Серьезно? И что он делает? Так, ладно. Хватит меня эликсиров. Как посмотреть эликсиры? Так, кто вообще в онлайн выходить? Не хочу я в онлайн. Окей, понятно. Здесь у нас доска с отчимментами. С достижениями. История всех моих сделок? Это прикольно. А что это за сундук? В виде кучи, говорит, золота. У нас три маленькие кучки золота, конечно. И это совсем не похоже. А тут, говорит, не все так просто. Сундук, он, наверное, заперт. Табличка на сундуке гласит. Поднимись по горе, наговору золота, а потом потеряй ее. И узнаешь меня. Ммм, интересно. У нас, кстати, всего 9 голды в этом хранилище. Да ладно, я понял, как открыть этот сундук. Надо набрать максимальное количество золота. Вон, подняться он туда, наверх. Забрать он тот ключ. Потом потратить все свое золото на что-нибудь. Потому что иначе сундук будет засыпан золотом. И с помощью того ключа открыть этот сундук. Ну, как-то так. Окей. Ладно, здесь... Спасибо, Джаспер. Джаспер все рассказывает за меня. Мне даже не надо утруждаться. Да, здесь трофеи находятся наши. Но у нас пока есть только вот печать гильдии. Естественно, по мере прохождения игры это все будет накапливаться. И... Накапливаться и будет их все больше и больше. А других дел у меня нет. Да, есть у меня другие дела. Волки меня ждут. Причем 3 штуки. Я просто искренне надеялся, что смогу с ними разобраться уже чем-нибудь таким. Знаете? Более серьезно. А не фаербольчиками. Ну-ка лови. Умер? Да, в этот раз умер. Заряженного такого фаербола. Не подходи ко мне. Не отведаешь ты сегодня королевской крови и королевской плоти. Кстати говоря, я играю с модом. SweetFX по-моему называется. Он убирает... Что же он там убирал? В общем замаление он убирает. Игра выглядит более четко. Также меняет немного контрастность, яркость. И быть честным, с этим модом мне гораздо больше нравится играть. Я даже сейчас покажу вам, как выглядит игра без мода. Без мода игра выглядит вот так вот. Ну такая, знаете, все замыленная. Немного тусклая, непонятная какая. А так она выглядит с модом. К тому же, я думаю, большинство прохождений на ютубе именно без мода. Ну, наши будут отличаться хоть чем-то. От всех тех сотен прохождений Fable 3, которые есть на ютубе. Хотя ладно. Я в принципе не знаю, сколько прохождений Fable 3 есть на ютубе. Я видел только одно, и оно мне не понравилось. Не факт, что моё, конечно, будет лучше, но будем на это надеяться. Так, вызов существ. Давайте вызовем кого-нибудь. Что это? Я вызвал тараканов. Замечательно. Тараканов против волков. Лучше и быть не могло. Сейчас непонятно, какая-то драк происходит. Они даже не нападают на этих тараканов. У них, видимо, просто отвлекают этих волков. Так, ну всё, готово. Отлично. Ещё куда-то Fable заплюнул. А не, ещё волк, смотрите-ка. А здесь уже теплее, да? Исчезли. Исчезли, мои друзья. Так, ладно. Светящийся след. Ты был где-то здесь. А вот он, везёт нас он туда. А это значит, что мы пойдём в другую сторону. Всё верно. Эй, правильно пошёл, да? Я просто подумаю, что если идти не по нужным дорогам, не по тем дорогам, куда нас идёт светящийся след, можно что-нибудь найти интересное. Ну, например, вот такой вот сундучок. Конечно же. Но никто не охраняет. Сокровище. Да я вижу. Сокровище, так сокровище. Деньги. 20 монет. Ты нашёл золото. Узнай, сколько всего удалось скопить. А, узнать, сколько всего удалось скопить, можно в сокровищнице убежит. Да я и так, в принципе, знаю. У меня 29 монет. Совсем не королевское, скажем так, состояние нашего принца. Ну, если отыгрывать, кстати, плохого персонажа, здесь можно накопить огромную сумму денег. Мы можем спрыгнуть и вернуться туда, откуда мы пришли. А здесь какая-то, какая-то пещерка. Причём, знаете, пещера, по всему, совсем недружелюбная. Знаете что, давайте-ка мы пойдём сейчас по светящемуся следу. Он приведёт нас в город. В Яснодол, насколько я помню. В городе купим какое-нибудь оружие? Ох ты, демон-страж. Как тебе пробраться? Можно спрыгнуть здесь? Нет, высоковато, конечно. Ладно. Как я соскучился по этим демонам-стражам, которые просят тебя сделать что-то совершенно невнятное, непонятное. А выражают свои мысли, кстати говоря, ещё хуже меня. Да ладно. О, это такая локация уже, кстати, красивая, зелёненькая. Блин, ну вот всё-таки насколько Fable 3 выглядит лучше, чем Fable Anniversary. Просто не устаю этому поражаться, несмотря на то, что Fable Anniversary вышел намного-намного позже и имеет в своей основе гораздо более мощный и продвинутый движок, чем Fable 3. Да ладно. Не будем вспоминать сегодня о плохом. Зачем нам это надо, да? Заросший, кстати, сундучок. Я его заметил быстрее, чем моя собачка. Что-то Шурик вообще не натренированный в этом плане. Что там изображено, кстати? А, здесь печать гильдии изображена на сундуке. Вот такой заросший, знаете. Окей. Аметист. Обычно драгоценный камень. Можешь продать. Ну да-да-да, помню это. Я его оставлю себе. Нравятся мне эти аметисты. Красиво выглядит. Опа. Что такое? Знаете, у нас сегодня серия прям по поиску сокровищ. Мы гуляем по... Я, кстати, не знаю, где мы гуляем, что за территория. Ну, в общем, мы здесь прогуливаемся и собираем только сокровища, которые кто-то забыл, кто-то закопал, кто-то спрятал. Или, может быть, специально оставил для нашего героя. Ясно дол. Окей. Я уже вижу там горы, довольно высокий. Нажми А и отклони левый мини-джойстик во время боя, чтобы перекатиться. Окей, я понял. Убито заклинаниями. 113. Не слабо мы так уже побивали заклинаниями. Кстати, интересно, почему плеер один у меня пишется. Блин, красивое место. Ладно, пойдемте вперед. Иногда вот, ребят, на экране можно заметить такие разрывы кадров. Ну, знаете, вот она. Наверное, было видно. С этим, на самом деле, придется смириться. Потому что это отключенная вертикальная синхронизация. А если играть с ней, с включенной вертикальной синхронизацией, то игра дает только 30 фпс. То есть она лодится на 30 фпс. И играть с таким фпсом, ну, мне лично крайне неприятно. Поэтому будем играть в 60, но вот с этим разрывом. Окей, Джаспер, мы последуем твоему совету. И обязательно пойдем что-нибудь и выпьем. А вообще, меня интересует, на самом деле, здесь оружейник. Хоть какой-нибудь. Я хочу купить хоть какое-нибудь оружие. Хотя мне, наверное, и так дадут оружие, да? А денег у меня не хватит на оружие. Только если я там продам все камушки, которые успел найти. Эликсир призывания существует... 469 монет! Бабуся! Ты разоряешь королевство! Эликсир здоровья 200 монет. Слушайте, а можно он как-нибудь впаривать? Я не хочу покупать, я хочу продать. Так, там РТ рекомендовали уже. Да я не хочу, чтобы торговать, у меня денег мало. Хочу, чтобы общаться. Блин, вы так быстро все говорите, и еще друг друга перебиваете. Ну вас. У меня не такое хорошее знание английского, чтобы вас всех воспринимать, успевать. Так, ладно. Что мы вообще делаем в этой деревушке? Цены для меня тут вообще сейчас неподъемные. Вот, кстати, магазин оружейника. А вот и... Кузнец? Ну, ну, херо. Не вижу это каждый день. Рука, пожайте, ну ты, мужик, я смотрю, суровый. Ну аж оружие мне дашь, а? Хоть какое-нибудь, допортом или еще что-нибудь. Поздравляю! Открытие между людьми, который был... Слак, слак! Помните, что интерактивно с гражданами Альбии это в общем-то вероятный способ, чтобы поддержать followers. Долго, последователи? Эм, окей, он мне ничего не дал. Открывай! Оружие давай! Окей. Купи этот магазин и начни свой собственный бизнес. Разблокировав пакет предпринимательных, пути к власти. А, пока даже не можем покупать тут ничего. Блин, может разбойник какой-то найти, избить его и забрать у него оружие? Как вам такой вариант? Что он делает? Женщина. О том, что я говорил про детей, но ладно, не важно. Так, давайте отправимся в посетящийся следу. Посмотрим, куда он у нас пройдет. Кстати, у нас есть где-нибудь вообще список... Ох ты. Список задач. Вот, кстати, карта. Хмарская долина. Мы отсюда пришли. Мы здесь были. Пропустили, кстати, мы где-то 7... Нет, игномов мы пока не могли уничтожать. Пропустили где-то золотой ключ, серебряный ключ. Но, наверное, они там сидели в пещере, в которую мы не пошли. В Яснодоле тоже много всякого добра находится. И здесь где-то находится одно здание, которое нам доступно. Трипорт? Да нет, мы и так здесь. Ну, а это карта Альбиона Фейбл 3. Не очень, кстати, большая. Так-то уж много локаций, как бы хотелось. Но, по-моему, они будут открываться по мере прохождения. То есть, это, по-моему, не все тут отображено. Да ладно. Что хотел? Хотел посмотреть список своих заданий. Можно как-нибудь это сделать? Я сейчас перебираю кнопки, на самом деле. Собачкой взаимодействует. Нет, не надо. Видимо, нет. Ладно. Надо их вспоминать. Попрошайка Анджела. Держи. Ох, мне за это опыт дают. Класс. Можно деньги обменивать на опыт. Мне это нравится. Так, ладно. Куда мы идем? Реально милое такое поселение. Вольно приятно. Мне кажется, прошли просто город насквозь. Яснодольская академия. Найди библиотекаря в Яснодоле. Ну, вон он сидит. Это библиотекарь. Скидокартины интересные. Портреты. Лайбраре. Он недолго останется королем. Перед тобой новый король. Покажи печать гильдии. Окей. Покажи печать гильдии. 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 Покажи печать гильдии.